Друзья мои, привет! Я сегодня опять с Сережей Пыличок для вас снимаю, ну уже не в Хайке, а в Нацерете. Это Нацерет, Нацерет, как правильно? Нацерет. Нацерет. Мы приехали, во-первых, здесь еще вот за нашей спиной рождественская елка. Мы немножко покажем город, немного покажем кулинарию. У нас же все-таки гастротур, правда? Однозначно. А не просто так. И мы здесь припарковались очень удачно, подошли прямо к елке и около какой-то церкви. Сережа нам сейчас все расскажет. Всем здравствуйте! Мы продолжаем серию наших исторически-кулинарных туров по Израилю. И сегодня наш выбор пал на город Нацерет. Я думаю, что Нацерет большинство людям известен как город Благовещения, город, в котором Иисус Христос прожил всю свою жизнь, прежде чем младше свое общественное служение в возрасте 30 лет. На Нацерет скрывает в себе совершенно уникальные места, потаенные места, очень интересную левантийскую кухню, а главное, как всегда, люди, люди, которые создают этот город по-новому. Очень много молодежи, с некоторыми из них сегодня мы даже повстречаемся. Конечно, пообщаемся обязательно. История города традиционно начинается с площади над Источником. И вот церковь, которую вы видите перед собой, у нее много названий. Церковь Архангела Гавриила, Церковь Первого Благовещения или Церковь над Источником. Давайте мы с вами попробуем подойти, посмотреть, с чего вся история начинается. Это христианская, правильно? Церковь христианская, соответственно, православная. Видно, мы попали не в особо урочные часы. Сейчас мы пробуем, мы практически не запустили. Мы так классно отражаемся с тобой здесь. Пойдемте за мной, замерчете ключи. Пускайте туда, раба. Мы сейчас находимся в Церкви Благовещения. И вот давай, пока нам позволяют, не всегда можно еще в Церкви фотографировать. Я буду такой, можно сказать, перерыв, когда Церковь убирают. Вот мы с вами спускаемся к источнику с водой. Согласно христианской православной традиции, именно здесь и был Первый Рад Боговещения. Считается, что Пресвятая Богородица пошла за водой. Слышен шум воды, да? Источник даже до сегодняшнего дня работает. Видите, люди сюда бросают монетки. С мечтой вернуться обратно, с просьбой за родных и близких. В общем, к этому источнику с водой приходит Пресвятая Богородица. И тогда к ней впервые является Архангел Гавриил. И говорит, радуйся, благодатный Господь с тобой. Для всех православных людей, не только в Назарете, не только в Израиле, но и в мире, на самом деле, эта церковь считается знаковой. Ибо считается, что именно сюда впервые Архангел Гавриил явился Деви Марии. После того, что Пресвятая Богородица впервые видела Ангела, она не совсем поняла смысл его слов и, набрав воду из источника, отправилась домой. А где все остальное происходило, мы сами видим. Ну а пока мы, можно сказать, тропинками Пресвятой Богородицы, мы сами покинем площадь источника и углубимся внутрь рынка города Назарета, рынок, который, можно сказать, сегодня переживает свое второе рождение. Итак, пошли. И поедим. Мы с вами вышли на площадь, которая называется площадь над источником. И за последние, можно даже сказать, десяток лет заведели вокруг площади, очень сильно извинились. Появилось очень много интересных ресторанов. И, как бы странно это ни звучало, Назарет сегодня считается кулинарной столицей севера. Хотя, я считаю, что это все-таки хайфа. Но местные жители утверждают, что это все-таки город Назарет. Пойдемте посмотрим несколько интересных мест. Все украшено, Рождество же. И поэтому, посмотрите, везде есть какая-то атрибутика рождественская. Очень милое заведение. Обычно Назарет считается город Арабский. Покажи, пожалуйста, количество замечательного алкоголя, который тут находится. Ристорян, который называется Эль-Баят, который находится в старинном здании. Прекрасное обслуживание, хорошая кухня, правильные стаканы. Замечательный выбор алкоголя. Всегда прекрасно выпить чашку кофе, коктейль. Такая очень непринежденная, можно сказать, европейская обстановка. И даже мой любимый компарь есть. Опа, компарь. Так что, может, компарь? Нет, потом. Это как Парижская площадь, фактически. Посмотри, голубей-то. Да, это называется площадь источника. И вот если вы внимательно понимаете, то строение нового, но не источник. И исторически, времена Чуса Христа, так и да, здесь, в городе Назарет было три источника с водой. И сегодня остался один, который мы уже с вами видели. Там в церкви, да? Это самый крупный арабский город в нашей стране, где в основном живут арабы-мусульмане. Четких данных нет, сколько здесь христиан. Ну, мы всегда обычно говорим, что около 25% христиан и около 75% мусульман. Но самое интересное другое. Мы вам попробуем заснять, но в Назарете есть одна очень интересная речь. Ты знаешь, что давай-давай приблизимся и покажем людям, что уникального есть в Назарете. Вот, слушай, в нашей стране существуют две потрясающие реалии. Если ты приезжаешь в Назаре в субботу, то ты заплачешь за парковку, потому что здесь живут по христианскому календарю. Такое такое, как есть, у сколько получается. Это просто надо бежать в субботу, чтобы все вывели, давай подойдем. То есть, если везде парковка в субботу бесплатная? Здесь парковка платная. Ну, здесь в субботу платная, а в воскресенье бесплатное, и в воскресенье ничего не работает. Да, вот история, да. Один из флагманских ресторанов в городе Назарета, местная кухня. Возвращательные девушки. Ресторан, который называется Ташрин, поскольку был открыт в месяц Тишрей. В сентябрь обычно попадает. И это ресторан арабской фьюжн-кухни. А обратите внимание, что... Ну, пахнет здесь мясом. Это еще после шаварма. Это мы уже покушали. Специально. Это мы, да, уже покушали. И вот шеф. И одно из, можно сказать, флагманских блюд этого ресторана, это бараньи йобра, которые приготовлены в Табоне. Смотрите, какая красота. Понесла душа в рай. Вау, вау, вау. Единственный момент, прежде чем в этот ресторан соберетесь, рекомендую заранее заказать место. Да, и наш покровный слуга решил, что он знает все. Прибыл сюда, правда, в субботу. И, соответственно, вкнулся на полное непонимание. Мы с вами на скушках вовнутрь. Нам разрешили, да, заглянуть вовнутрь. Да, мы будем снимать людей. Просто покажем вам прекрасный ресторан. Просто атмосфера, да. Очень красивый. Очень атмосферный ресторан. Хочу обратить ваше внимание, понедельник. С вином все хорошо. Понедельник. Тут вообще все прекрасно. Понедельник. Люди сидят. Заснимите, пусть и евреи, и арабы. Что очень важно. Какая елочка чудесная. Да, и вообще тут все очень прекрасно. Очень милые люди. Прекрасное обслуживание. Очень, очень, очень рекомендую. А вот посмотри у них, что у них. Хорошо, что поели на самом деле. Да, на самом деле, да. Это меню, которое на сегодня. А, наверху, да? То, что готовится в табуне на дровах. То есть это каждый день обновляется, да? Да, да, да. Что сегодня есть. Сегодня у нас есть фиха. Сегодня есть бараньи ребра, которые мы только что вам показали. Есть кюфта. Кюфта – это что-то типа кабаба. Да, да, да. Это тоже готовится в табуне. Вот. И, ну, конечно же, кнафы, как всегда, на десерт, но кнафы попозже. Кнафы, я знаю, там есть один ресторан, если недалеко мы зайдем, правда? Конечно, это уже для дополнения шаварма. Ну что ж, мясо нанюхались, слава богу, поели, пошли дальше. О, покажи, покажи, покажи. Нам разрешили снять, да, вот такая подача шикарная. Очень красивая. Безумно красивая. Туда-раба. И очень красивая девушка. Амуна-мон-туда. Туда-раба. Мы зашли в небольшую мафию, в пекарню. Она считается одной из таких вот знаковых в Назарете. Вот сейчас Милчик нам расскажет. Она очень маленькая. Вот вы посмотрите, она действительно очень маленькая. Милочки, которые они тут вытыкают. Лафы с разными начинками. В особенности самая любимая, это с затором. С затором, вот она, да. Посмотрите, какой красавчик, шеф. Специальное блюдо. На секундочку. Так скажи, что он хочет показать. Да, он хочет нам показать блюдо, которое они здесь сделают. Это называется Олиш. Он сейчас специально для нас его приготовил вон там. И опять мы будем что-то пробовать. В общем, сейчас этот милый молодой человек нам приготовит из листьев Олиша. Я пока не буду рассказывать, что это такое. Но могу вам зачитать из книги Дюма, большой кулинарный словат, что он пишет про это растение. Это одно из наиболее ценных салатных растений. Из него делают очень полезные для здоровья и весьма питательные салаты. Возможно, самые лучшие из всех, пишет француз. Хотя они слегка огорчат. Врачи иногда разрешают выздоравливающим после короны. Есть только один салат. Это салат из цикория. Из цикория, окей. Итак, Олиш, наибриде, это цикорий. Теперь смотрите на всю эту красоту. Чем-то заливают его с луком. Это жареный лук, да, в масле. На Олиш, на цикорий. И сейчас перед вами будет происходить волшебное действие. Выглядит это уже вкусно, если честно. Вообще, Олиш очень распространен в лиманхийской кухне. Очень много используется. Добавляется в выпечку. Также используется, как и салат. Все как красиво. Потрясающе. А главное, какой потрясающий цвет. Цвет жареного лука. Хочу вам сказать, что в эту пекарню попасть невозможно. Мы вам раскрываем страшную тайну. Мы сюда приехали специально в понедельник. Когда якобы тут не должно быть туристов. И все равно люди сюда по-любому приходят. И вот уже перед нами было около 5-6 клиентов. Значит, это цикорь, которую они делают. Специальная выточка. Они добавляют его в специальную питу. Как бы, ну, большой лаваш. Добавляют туда сыр, который называется лабане. И что-то типа аджики. Где вот из этого тост? Это у них самое особое блюдо, которое делают в этой пекарне. И именно поэтому сюда стоят... Ну, я не буду сказать, что очереди, как за хлебом в Советском Союзе. Но можете себе представить, что сюда по выходным дням просто стоит очередь. Если ты заранее очередь не заказал на гастротур или просто попасть сюда очень сложно. Попасть сюда практически невозможно. Такое впечатление, что тут раздают золото бесплатно. Сейчас попробуем. Да, однозначно, однозначно. Вот нам дают просто баночку попробовать. Этой смесь он сверху посыпал сумахом. Пробуй. Я на тебя посмотрю. Ты это уже ел вообще? Нет. Расскажи мне. Конечно, да. Я еще ни разу не пробовала. Да, во-первых... Сначала посмотрю на тебя. Вкусно? Да, в мою вкусно. В сумах добавляют просто потрясающие пряности и всего остального. Я честно скажу, я никогда в жизни этого не пробовала. Поэтому пробую первый раз в жизни. Надо желание загадать, да? Однозначно. Миллион подписчиков хочу. Я думаю, после того фильма пару сотен еще добавить. Ммм. Тысяч. Слушай, вкусно? Ну, конечно, вкусно. Это... Это... Ребят, это... Реально вкусно. Я не знаю, где покупают такие листья этого цикория. А, то есть даже это покажет. Конечно, конечно, конечно. Это заслуживает внимания. И я представляю, как это вкусно закрытое в пите. То есть это полноценный такой... В пите был бы пирожок такой сынный, хороший. А еще и сыровый. А еще и саджитый. В общем, класс. Будем есть. Прекрасного юношу зовут Шарит. Он сын хозяина. Несуй. О, свободный. Свободный, ребята, хватаем. Малуша топануй. Групп англит. Сингл жарит шумингл. И мы уже договорились, на самом деле, кто захочет с Сергеем поехать на экскурсию, на гастротур, на Церен. Мы только что закрыли договоренность, что здесь наши группы будут впускать и кормить вне очереди практически. Обязательно. Сто процентов. Все. Продолжаем. Туда, бай. Мон туда, мон туда. Вышли на улицу, которая, в принципе, одна из старых улиц, скажем так, старого Назарета. И это то, что называется, в народе, старый рынок. То есть, с правой стороны, мусульманское кладбище. По-моему, это кладбище, а не рынок. Кладбище, кладбище, да, это кладбище. Очищение нашего совещения вокального места. Мы поднимемся на новый рынок. Ага. И вы его увидите, который был открыт в 19 веке. А теперь, дамы и господа, самая большая аттракция старого рынка. Спускаемся за мной. Так, да. Ого. Слушайте, это просто... Идя по улице, кто не знает, пройдет мимо и даже сюда не попадет. Однозначно. Так, добро пожаловать в мельницу Галиле. Называется. Мне очень интересно название. Эль-Бабур. Сейчас мы объясним, почему и как. В дальней древнем. Ему 250 лет. И хозяева, так, очень, ну я бы не сказал, не то чтобы не скромно, но утверждают, что это самый крупный магазин специй на Ближнем Востоке. Я так с оговорочкой скажу, что... Один из... Нет, не самый древний, самый большой, прошу прощения. Самый большой. Самый большой, но однозначно в зале он 100% большой. Давай внимательно посчитаем количество залов. Раз, два. Идем дальше. По-моему, я здесь оставлю зарплату. Да, да, три. Вот уже у нас есть зал. Балабайпу? Эфу. Эмата. Эмата, миксуяр. Сейчас встретимся с самым главным человеком этого места. Так, следующее здание. Это четвертая комната, да. Пять. Сейчас, подожди, я не успеваю. Я не успеваю. Боже, сколько здесь всего. Ребята, глаза разбегаются. Он меня завел. Вот там еще одна комната. Пятая комната. Да, теперь самое главное. Потрясающе. Попробуем разговор. И вот здесь встречаемся в святая святых этого замечательного места. Еще вниз? Конечно, конечно, конечно. О, посмотрите, какая красота. Это что-то потрясающее. Мне кажется, что я минус 200 лет. И вот смотрите, мои дорогие. Джорджура сейчас делает кнафы. Вот дома я такое, конечно же, не сделаю. Был у меня рецепт, но это не то. А здесь можно посмотреть, что у него. Покажи вот эти потрясающие бутылки. Мы не расскажем, что в них. Мы вообще вам ни разу не скажем, что здесь. Чистейший арак. Да. 80 градусов. Это прям божественный напиток. Вот это то, что осталось от мисочки с лабаной, которые меня угостили. Домашние лабаны. Это что-то потрясающее. Кисломолочное. Такой творожок кисленький. Вот и сын или внук принес нам питы, чтобы мы лабаны просто так не ели. Но уже все. Перебор. Ну, уже все. Ну, вообще, сын, да? Сын младший. Папой назвал. Вот там, чуть-чуть, яблочки, елочки. Спроси, что ты хотел спросить. Ну, немножко о месте. Как он здесь попал. Нет, про место мы сейчас расскажем. И в это руце, и в это холи гидро, он ка мамелим, а ламакон. Не торгем от хабыкев. Только дальше там охиняты кнафы. Как я говорил, здание было построено 300 лет тому назад. Значит, это был дом, такой, значит, деревенский дом, который приезжал в Назаретской семье. И в этом доме, я немножко добавлю от себя, была старая мельница, куда люди приходили из разных деревень вокруг Назарета и занимались тем, что они мололи шлицу. Но более 130 лет тому назад они сдали это место немцам, немецким поселенцам, не евреям. Эти поселенцы назывались темперы. И они привезли сюда паровые моторы. Чуть-чуть такая очень интересная штука. Дело в том, что у арабов нет буквы «П». Но буквы «П» не выговаривают. Чуть-чуть очень интересная штука. Они называли это место «Эль-Бабур». В принципе, на арабском языке любое место с трубой называется «Эль-Бабур». Потому что идет дым. Поэтому, получается, это место называется «Эль-Бабур». Так его называли. Во время Второй мировой войны англичане высели отсюда немецких поселенцев, потому что очень многие из них были членами нацистской партии. И, в конечном итоге, дедушка этого замечательного человека, которого зовут Джорджура, выкупает это место у темплиеров вместе с оборудованием, которое мы сейчас покажем, которое на самом деле очень старое. Давайте мы пройдем. Сейчас переведу. Значит, Джорджура говорит про очень интересную приправу, которая называется «Затор». Почему-то по-русски говорится как «Чебрец». Очень странно. Но основной составляющей этой приправы является «Исоп» он же «Майоран». Он же «Маран». На латинском языке называется «Майорана сирика». На еврите называется «Эзов мацу». И, как сказал Джорджура, нет ничего лучшего, неже чем галилейский «Исоп», сказано в «Салмах царя Давида». «Я кропи меня сопом и очищусь». В древние времена использовали соп для лечения проказы. А сегодня у нас это очень важная приправа, нашей ближневосточной, левантийской, израильской кухни. Мы сейчас зайдем внутрь и все вам покажем. У меня дома, если заканчивается, я тут же иду покупать. Да, но тут не такой, как здесь. А вот здесь сейчас куплю. Бакаша, бакаша, бакаша. Джорджура говорит, что очень любят русских. Они, к сожалению, православные христиане. Русская православная церковь, которая здесь была в 19-м начале 20-го века, для местных жителей, делала очень много хороших и прекрасных вещей. Что у нас здесь есть? Ну, давай для начала покажем людям все... Вообще вот эти какие-то мельницы, да, тут целые приспособления. Я не знаю, работает ли это или осталось? Нет, на самом деле все работает, все работает. Все работает. Не факт, что просто пользуются, да? Ну, безусловно, сегодня есть более современные... Но атмосферу это такую дает очень-очень классную. Давай пройдемся по специям, по кругам. Мы хотим на самом деле для начала... Я хочу познакомить зрителей канала с очень вкусным блюдом. Засними это, пожалуйста. Да. Что это? Это называется фрике. Дело в том, что именно так же оно называется... Похоже на какой-то необработанный... На русском языке. Значит, фрике или фрик, это крупа, произведенная из молодой пшеницы. Она проходит процесс обжарки в ходе производства. И это блюдо, которое, во-первых, упоминается в Библии, но библейский вариант делся из ячменя. Значит, впервые это блюдо упоминается в кулинарной книге в Багдаде, в Ираке, 13 веке нашей эры. Очень плюс, очень базисное блюдо. Очень вкусно. Обычно... Добавляй все, что хочешь, да? Да, но на самом деле его кушают с... ну, что-то типа простокваши или очень вкусно слабаны. То есть просто отварил и... Отваривается, все очень просто. Стоит очень больших денег, килограмм ровно 20 шекелей, может быть иногда 25. Это совершенно очень вкусное блюдо, которое я всегда здесь покупаю. Кроме всего прочего, давай пойдем дальше. Внутрь покажем еще некоторые специи, очень интересные. В первую очередь... Ну, вы же понимаете, мимо многих мешков, вот смотрите, какой душистый перец. Вот проходишь мимо мешка и просто чувствуешь запах. Вот или затор? Вот он. Сонечка! Иду, я иду, иду, иду. Давай, давай, гиби, гиби, гиби. Конфеты, это, конечно, не специи, но тоже все красиво. Зе затор мягалил? Зе? Зе хамамат. Зе хамамат. Вот, это то, что мы хотели показать. Вот это тот затор, да. Вот, единственное, что очень надо понимать, что видите перед собой, это затор крупного помола. И реально здесь всего лишь два ингредиента. То есть это то, что называется... Сам затор? Ну, наявитель называется эзов мацуй. Окей. Да, эзов обыкновенный. Или же по-русски это исоп. А его название латинское майорана сирико, сирийский майоран. И, соответственно, кунжут. Запах, конечно, потрясающий. Да, можешь не подносить это. А вот посмотрите разницу. Выглядит красиво. И я хочу обратить ваше внимание на ценовую прессию. Вы, наверное, покажи, сколько? Вот, затор один, затор второй. Это затор, который попадает к нам из теплиц. У него цвет другой, все остальное. Ну, в основном то, что мы видим в магазинах. Да, только внимательно покажи людям. Этот стоит 80 шекелей за килограмм. 80 шекелей, да. А этот 35. Фактически в 20 раза дешевле. Почувствуйте разницу. Для того, что этот затор делается вручную до сегодняшнего дня. Потрясающе. И, конечно, разница... Я не знаю, может быть, приоткроем завесу небольшую тайну. Но зрителям моим нет по поводу того, что у них будет возможность перекупить. Конечно, конечно, безусловно. Именно, именно затор. Кстати говоря, да, ближайший тур мы напишем на канале, когда будет ближайший тур. Он прямо будет через две недели. Точную дату мы опубликуем. Да, кстати говоря, покажи людям фрики. Вот тоже, вот она. На самом деле сюда можно приехать. Более того, мало того, что мы сюда приедем, мы еще отведаем фрики. Ага, отлично. И местный чай, который ты только что пила. Чай потрясающий, очень вкусный. Вы знаете, мне напомнил... Я вообще подумала, что я чай с мороженой пью. Но я совершенно точно не знаю, что там было внутри. Не поверите, хумус. Хумус, да. Его первозданный вид. И потом из этого делается самое, наверное, известное израильское блюдо. На самом деле, огромное количество всяких разных специй. Сейчас я вам попробую показать хотя бы обзорно, что здесь есть. Разные виды чечевицы, семечки. Господи, это что, горох? Это, ну-ну-ну, это египетский горох, который называется фул. Очень полезный. И его творят, его делают вместе с хумусом. Кстати говоря... Я ни разу не пробовала, надо будет взять, попробовать. Будем, у которых есть сахарный диабет, очень-очень рекомендуется. А нет, кумин. Кумин, да. Кумин, да. Что? Кецех, вот этот черный, да? Анис. В общем, много всего. Много всего. На самом деле, глаза разбегаются. Запахи из каждого мешка. А вот, смотрите, это вот то, что в России называют кинзой семена. А вот сумах. Вот они здесь есть. Ну, сумах, естественно, да. Какой же сумах, если вы делаете кебабы, без него ни один кебаб просто не обходится. Вот, разные перцы, разного помола, крупного, мелкого, то есть все, что угодно. Это все можно купить здесь. И сладкий, и острый, и орехи я видела. Вот сборы трав, да, травяные. А самое интересное, подожди, давай покажем им персидский лимон. Тоже очень вкусный. Вот какие-то чайные сборы здесь есть. За лимон портин, ахон, Оля? Сереж, а вот я часто вижу на рынках вот эти вот бутоны роз. Вот такие. Вот это для чего используют? Для чая? Тоже заварим чай, да? Потому что мы с тобой только что пили, это вот этот чай. Вот этот обалденный. Надо будет его взять домой. Да, вот это что мы только что с тобой пили. Чайные сборы. Это тоже розовый какой-то сбор. Вот видите, совершенно потрясающий. Зеленый чай. Там есть еще что-то, зеленый чай. А вот это, расскажи мне, что мне интересно. Вот эти вот. Это как будто вот акации такие. Да, это листья акации. Листья акации. Это да, это лавровый. Их используют. Только не говори мне, что это шафран. Шафран. Это шафран? Ну, не тот шафран, который... Ну, не тот шафран. Вот шалфей. Вот, пожалуйста. Витсальвия. То есть можно еще набрать разных трав и составлять свои чаи, свои чайные сборы. Можно делать еще, конечно, опять-таки лавровый лист. Лавровый лист, понятное дело. Розмарин. Орегано. То есть все, что пожелаете. Потрясающе все, что хотите, на любой вкус и цвет. Я вот сейчас сюда еще подойду. Посмотрим. Здесь уже пошли какие-то бобовые и гречка. Гречка зеленая, белая, жареная, пропаренная. Какая угодно. Вот это. Посмотрите, это вообще сережки акации, по-моему. Как будто березовые сережки засушенные выглядят. Что это такое, Сереж, ты знаешь? Вот это что такое? Ты знаешь, честно, не знаю. Или липы, или вот. В общем, не знаю. Надо, конечно, все это, если честно, изучать. А вот это? Нет, это мы... Ребят, если будет интерес вообще к этим вещам, то я с удовольствием займусь изучением этого вопроса и буду вам рассказывать об этих специях, которые представлены. Вот корки граната сушеные. Даже их можно купить. И, конечно же, посуда. Какая лавка обходится без посуды. Посмотрите. Разные доски, отбивалки, кувшинчики, горшочки. То есть, чего только нет. Выбирай на любой вкус какие-то поделки. Все, все, все можно здесь купить. Вот кто у меня спрашивал, где купить горшки, вот можно купить их здесь для израильтян. Посуды для готовки. Это вот глина, все под роспись, уже расписанная. В любом виде. Ну и, конечно, какая-то сувенирка. И Алиэкспресс тоже присутствует. От него израиль уже тоже никуда не деться. На самом деле, если здесь ходить более подробно, то отсюда мы никогда, наверное, не выйдем. Вот орехи. Вот это мой любимый орех. Ребята, это орех пекан. Они продаются вот такие сырые. А еще их можно купить обжаренные в меду. Тыквенные семечки, обычные семечки. Фисташки, чищенные. То есть, большой на самом деле выбор орехов. Вот кардамон зеленый. Свежий, просто высушенный миндаль. Кедровые орешки, кэшью. Разная соль. Смеси для риса. Вот такие смеси для риса. В коробочках это очень вкусно. Местные МНД. Конфетки. Тоже разного размера. Главное, можно еще попробовать. Пока никто не видит. Вот еще не показала. Здесь можно купить халву. Вот затор расфасованный, пожалуйста. Специи для кубы. Лимонный сок. Масло с соком. Чего только нет. Опять конфеты, орехи. Соление. Тхина. Все на свете. И даже хозяйственное мыло. Вот вам, пожалуйста, с оливковым маслом. Вот здесь есть мыло с оливковым маслом. Кстати, очень классное израильтяне. Если кто не пробовал, попробуйте. Обалденное мыло. Мочалки. И я пошла возвращаться к хозяину, потому что думаю, что кнафы уже готовы. Ребята, вы знаете, нас угостили здесь кнафы, домашним кнафы. И в пекарню, о которой я знаю, которая для меня не секрет, мы сегодня не пойдем, но сходим в нее, когда поведем экскурсию по нацерту. В любом случае, вот это просто бомбически. Конечно, это специально для нас. Это специально для нас, да. Готовили специально для нас. Сделано с любовью на церте. Все, выключай, я буду есть. Мы все в том же месте, просто очень тяжело отсюда уйти. Практически невозможно. Я все еще кнафы доедаю. Да, да. И вот Джорджи нас обустирует с чемпиональным арабским кофем. Тут хочу, значит, где-то такую сносочку есть. Арабский кофе, а есть сада. Вот сейчас он расскажет. Кофе арабы есть. Здесь царь льет, бетер, лод хазак, лод хазак и эсер хазак. Значит, арабский кофе может быть очень сильным. Прям не такой, как тут, но это тоже сильный. Значит, сначала его варят три раза. Добавляют кофе, убирают воду. Потом в третий раз убирают воду, добавляют кардамон. И наливают в стакан чуть-чуть. Это кофе, как сада. Очень часто называется кофе, назовем это как господ. То есть это и на свадьбах дается, и на поменках. И это в основном для вкусовых качеств. Наконно? На халайках. То есть это кафе, но это для арабов, и для арабов, и для европейцев. Вот сада, сада, это как европейцы в вино, так и у арабов это часть культуры. Если тебе дали стакан вот этого самого... Сада? Сада, да. Прошу прощения, ты его не выпиваешь, но это прям очень серьезная обидка. Ну, поэтому его не так много и дают, но я готова пить бесконечно, честно скажу. Очень вкусно, лихаем. Ну вот, мы вышли из магазина специй, и посмотрите, какой магазинчик встретили по дороге. Вот это вот обилие рождественской символики, оно, конечно, просто потрясающее. Олени, костюмчики, детские, взрослые, все, что хотите. Даже если у меня ходить, я не могу. И вот какие-то вот такие улочки маленькие, тоже с удовольствием вам покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Дамы и господа, мы приближаемся с вами к одному из самых уникальных мест города Назаре. Это внимательно покажи, называется Диван-эль-Сарая. Это я вам расскажу с большим удовольствием. И в этом месте находится прекрасный человек, которого зовут Абуашов. И он делает совершенно потрясающую вещь. Но не для людей, которые страдают сахарным диабетом, а это называется Катаев. Катаев, на самом деле, по большому счету, это что-то типа оладий, которые заполняются или фисташками и орехами, или сыром. Это Абуашов, волшебник этого места, который делает самый лучший Катаев, наверное, на всем Ближнем Востоке. Мы говорим, что ты сделаешь Катаев в хитов в любом языке тихона. Нахон или нет? Это что мы говорим? Мы говорим, что это украшение. Да, да, украшение, украшение, но когда отсюда приходит клиент довольный, вот люди говорят большое спасибо, людям нравится. Для него это самое главное. И с разрешения хозяина ресторана, засними, пожалуйста, совершенно потрясающее место, где у людей есть совершенно потрясающие вещи. Второго такого места в Израиле 100% нет. И он рад, что люди, люди могут видеть эту красоту. Дает это фактически бесплатно. Только лишь надо выпить кофе или скушать вкусный Катаев. Что сейчас мы сделаем? Да, что мы сейчас сделаем, давай мы покажем людям совершенно потрясающую... Сейчас, сейчас, сейчас я вот именно этим и занимаюсь. Пытаюсь снять всю эту потрясающую панораму. Потому что это действительно что-то с чем-то. Понятно, что это собиралось не час, не год и даже, наверное, не пять лет, а гораздо больше. Все это оформлялось, собиралось, составлялось с разных мест. Посмотрите, какая лампа, 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 лампа Аладдина наверняка затесалась где-то здесь внутри. Я точно знаю. Несомненно. Сонечка, я хочу бы сделать внимание вот сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Я вот здесь сниму. Здесь и керосинки, посмотрите. Штайн, штайн, льо термизе. Близ сукар. Эн Олеха. Посмотрите, какая здесь прелесть. Это потрясающе. Можно ничего не делать, просто ходить, гулять и смотреть. Вот, я хочу обратить внимание вот на этот прибор, который сделает зумын, который похож на ступу. Вот этот? Да-да-да, прямо перед тобой. Ага. Он называется Джурум или Азам. Ему реально 500 лет. Охон Хамеш Молчана. И в этой... Это совершенно уникальная вещь. Горица Моблашаф. Это приходило из поколения в поколение. Бо Мишпаха Шерхаза. Да. Его семья-то приходило из поколения в поколение. Что это? И это ступа, в которую толочат кофе. О, Боже. И самое интересное, что... И сегодня это Айомгам? Айомгамы... Кофанинкафа. Можно кофе. Это работает. Это работает. И самое интересное, что в этой ступе можно, ну, если умеешь, конечно, и знаешь, как правильно делать, можно выстукивать мелодию. Дело в том, что в древности, в древности, почему это называется азам? Потому что от слова приглашать. Приглашать, когда хозяин палатки медуинской выстукивал мелодию, люди знали, что пришел гость. И это своего рода такой гугл ближнего востока. В общем, да, люди, кстати, собственно говоря, как и мельница, в которой мы были до этого, тоже своего рода такой, скажем так, гугл или яндекс-поисковик, где люди приходили, получали информацию, составлялись браки, торговые отношения, много-много разное другое. Давай еще нашим зрителям покажем еще одну очень интересную вещь. Я вот здесь люстры сейчас немножко. Я даже не знаю, как подснять, подлезть это все, чтобы вам было все видно. Конечно, лучше приехать сюда и посмотреть своими глазами. Давай еще покажем еще одну очень интересную вещь. Вот наверху свещает чайничек. Там самоварчик есть. Нет, не, 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 самоварчик. Вот с длинным носиком, видишь? Да, вижу. Вижу, но сейчас его нужно поймать. А вот они все перед тобой. Смотри внимательно, чайнички длинным носиком. Вот, да. Да, все эти чайнички называются бакроч на арабском. И это очень интересно, почему длинный носик. Это как раз о том, что рассказывали нам в предыдущем месте, то, что нам рассказывал Джорджура. Когда тебе наливают кофе, в особенности у бедуинов, то тебе наливают так, чтобы никто не видел. Потому что, если ты у бедуинов, и тебе налили полную чашку кофе, значит, нужно собирать чемдану и убегать как можно скорее. Потому что, значит, ты гость нежеланный. Кстати говоря, внимательно, это... Внимательно, внимательно, я хочу подчеркнуть. Мы поднимем чуть выше. Мы в центре арабского рынка города Назарета. И перед вами поднос. Ручная работа персидских евреев. Сейчас нам с хозяином даст более подробную информацию. Это потрясающе, ребята. Это резной, это, да, ручная работа. Это медный поднос, я насколько понимаю. Вот еще один из Ирана. Это работа персидских евреев. Персидских чеканщиков. Посмотрите, как это... Это что-то потрясающее. И все это оригинал. Самое главное, еще раз подчеркиваю внимательно, еще раз, посмотри, еще одна работа очень интересная. В арабском кафе «Скрипач на крыше». То есть показывает вот-вот-вот-вот-вот. Потому что это безумно интересно, безумно красиво. И вот я уже залезла вообще почти в святая в святых. И показываю... Постараюсь показать вам максимально все, что здесь есть. Ребята, это бомба. А здесь сундуки еще какие. Боже мой. Посмотрите. Я даже не знаю, где остановиться. Что попробовать? Такой ходьб был моей бабушки, я точно помню. Вот то, что нам дали сейчас будем пробовать. Один с сыром, другой с миндалем. И, по-моему, с кленовым сиропом. Да. Все. Все. Мы ушли... Дальше диета. В астрал на диету, да. Пока Сережа пошел на разведку, уже, конечно, темнеет, все закрывается. Мы затянули с нашей прогулкой. Я вам покажу просто немного атмосферы этого потрясающего места. Уже, видите, все магазинчики собираются. Но улицу никто не отменял. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»